Да, привет, друзья. Ну вот, сделал я свой маленький докладик выступления на международной конференции по ковиду, где мне приглашала Ирина Бёрдна от конференции с докладиком. Да, я был в самом конце, в самом конце, как вишенка на торте. Я, конечно, рассказал о том, что недавно, совершенно пару месяцев назад, мне академик Чучалин предложил, когда я ему говорил, написал, давайте предложим метод наш как инструмент для защиты от стресса. Ну, он же знает, чем я занимаюсь, потому что я в своё время, там, в Нижнем Новгороде, когда спасались люди от дыма, от пожаров, я приезжал по приглашению губернатора Шанцева, и там тоже ходили в масках. В масках ходили, а потом, когда я готовил Марс-500, там тоже же, видите, на карантин все ушли, они же там в изоляции были целый год, испытатели международной космической программы Марс-500. Ну, вот и что сейчас у нас школа Человек Будущего, потому что там выступали разные люди, ну, говорили о коронавирусе, о вакцинации, много чего, и там выступал отец Дмитрий о том, что церковь, вечные ценности эти. Вот я сказал, что как раз-таки сегодня мы в школе нашей Человек Будущего создаём науку человечности, потому что должен быть единый и общий для всех язык, доступный каждому современному человеку, ну, независимо от того, верующий, неверующий. Для всех же это нужно, сейчас же сегодня самое главное – это объединение людей, контакт, потому что всё у нас есть, а контакта только нету. Потому что коронавирус показал, насколько мы расчеловечиваемся, а надо как раз-таки развивать в себе человеческие качества, и наша школа как раз-таки занимается этим, совместно создаёт науку человечности, и это очень важно. Как науку, которая доступна каждому человеку, верующий, неверующий, физик, он или химик, ну, там я немножко другими словами, но суть в этом. И что методика наша так как раз-таки доступна каждому, потому что она как раз-таки основана на чём? Самое главное, что организм человека, оказывается, сам выдаёт защитные реакции, человек дрожит на морозе, и много чего делает, и потягивается, там изевает и прочее. И десятое, что поскольку человек лишён знаний в этой области, он часто блокирует у себя защитные реакции организма. Как раз-таки наша школа, она всем предоставляет возможность узнать, как устроен человек, его природа, и использовать вот эту энергию стресса не только для спасения, но и для созидания. Ну, это очень важный момент, и вот мне, поскольку там чат-то вообще-то для русскоязычных был закрыт, оказывается, и наши участники школы не могли там сделать свои комменты, то наши участники школы вот из других стран смогли сделать их. Вот, например, Наталья Вандерс из Германии, которая как-то с нами видео вместе мы делали, и она вам всем понравилась, всем. Я говорю, давай ещё раз сделаем видео, потому что ты всем понравилась, молодец такая, так легко говоришь, так быстро соображаешь, и такая обаятельная, красивая. Она мне написала, вот, что она на английском там сделала, в чате коммент сделала, я про вас швейцарцам рассказала, там очень серьёзная масштабная площадка, предложила тему собрать психиатров с их взглядом и предложением практической помощи людям со сложной сегодняшней социально-экономической обстановкой, то есть вас в этом смысле продвинуть, но имеется в виду не только меня в смысле, а имеется в виду школу. А может, а я спрашиваю, может видео с тобой через несколько дней сделать, ты всем понравилась, я написал. Она написала мне, у меня даже круг фанатов появился, после чего симпатичные люди, вот, друзья мои, симпатичные вы люди. Я всем отвечаю, так же, как и вы. Я написал, отлично, дружба спасёт мир. А Наталья мне написала. И доброта. Именно я написал, конечно, конечно. Дружба ещё позволяет делать настоящие чудеса, написала Наталья. Помните Зовушку? Вот. А Марина Фролова из США. Мы с ней тоже делали видео, помните? Такая, такая лёгкая, энергичная, такая вот симпатичная, такая вот, Марине тоже привет большой. Она мне написала после этой конференции, что она посмотрела, и там идея-то, что общение, это главный критерий здоровья человека, был высказан не одним докладчиком. Это и необходимо ставить приоритет, она мне сказала. И дальше она пишет, о чём вы постоянно и говорите в книгах, в манифесте, коммуникации и позитивной обратной реакции, которые поддерживают энергию сообщества. Вот, вот какие у нас участники школы Человек Будущего. Вот. И там много наших было участников, но, к сожалению, там был чат закрыт на русском языке, почему они закрыли, не знаю. Там были разные люди про вирус, про маски там, ну, там, про всё это, про вакцинации. А я говорил о том, что как раз-таки человек и вся аптека, и самое главное, научившийся использовать знания, как человек сам устроен по своей природе, выработанный миллионами лет эволюции, в нём всё есть. И самое главное, что, наконец, ведущие учёные мира говорят о том, что иммунитет связан со стресс-устойчивостью и связан с психологическим состоянием человека. А мы как раз-таки этим занимаемся, и мы даём миру всё это. И у нас много-много подписчиков, у нас там 53 тысячи уже подписчиков. Сейчас будет больше и больше и больше, и мы уже выскочили на международную конференцию эту. Будут ещё следующие конференции, я вас всех приглашаю. И давайте дальше будем развивать науку человечности, чтобы сохранить мир и разум на планете. А мы нужны, оказывается, востребованы, востребованы, потому что все говорят об этом, что надо вот как раз-таки объединяться. А мы как раз-таки и предлагаем конкретное решение, науку человечности, чтобы вместе создавать, да, человеческие качества развивать. Потому что я там прямо сказал, что оказывается, что от человеческих качеств зависит не только эффективность деятельности человека, но и иммунитет. Это правильно, это правильно совершенно я сказал. Да. До встречи, друзья. Будем работать дальше. Будем вместе. И мы, как говорится, победим этот коронавирус. Ну и не только. Мы победим вот это расчеловечивание. Потому что надо сохранить человека и разум на планете, сократить кризисы и войны. А мы этим практически как раз-таки занимаемся. Спасибо, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok